Моё сообщение вряд ли стоит назвать докладом, не только потому, что тема, заявленная в нём столь обширна, включая ещё огромный историографический шлейф, что, конечно, рамки ни одного доклада его не вместят. Но дело не только в рекламенте, но и в специфике настоящих чтений ориентировано главным образом на живой художественный процесс, посвящённый интерпретации в современном искусстве классики или актуализации классического искусства средствами современного искусства. Сокращая свой текст, я сделала его немножко дидактическим, как своей героя. Так что простите меня заранее за скороговорку, но всё-таки я решила важным напомнить о событиях, предстающем из нынешней перспективы не только аналогом ещё недавно бурных дискуссий между сторонниками современных форм искусства и апологетами уже состоявшегося, но и первым прецедентом таковых. Речь идёт о знаменитом споре древних и новых, а если точнее, о ссоре о древней и новой поэзии, разгоревшейся в последние десятилетия XVII века в стенах французской академии. Значение этой дискуссии, занявшей достойное место в литературовических трудах, посвящённых генезису новых жанров европейской литературы, а также движению эстетической мысли, предопределившей появление романтизма, тем не менее, по существу ещё недостаточно оценено. На наш взгляд, её смысл далеко выходит за рамки филологической проблематики и достоин внимания как яркий и, главное, вполне осмысленный современниками прецедент программного противоставления нового искусства устоявшейся авторитетной традиции. В первой половине сегодняшнего дня уже это описывалось в термине самоактуализация современности, что стало как бы признаком современного как такового, и даже прозвучала периодизация и датировка, относящая возникновение этой проблематики к середине XVII века. Так оно и было. Проблема стала возревать с 1650 года, когда создатели христианских эпопей, например, Жан Шапрен с его героической поэмой «Девственница» или «Освобождённая Франция», дали повод справнивать их с Гомером и Вергилием, причём не в пользу последних. И хотя таковые суждения были хлёстко выяснены Николая Буалу, слово было сказано и поддержано, причём не столько в литературных, сколько в околополитических кругах. Здесь стоит напомнить, что легитимизация Французской академии, начавшаяся в 1635 году декретом Решелье, благодаря чему частный литературный кружок получил Королевское покровительство, проходило под эгидой возвышения национальной культуры и языка, который по тексту грамоты надлежало сделать не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки. Ещё более национально-политический аспект усилился с 1663 года, когда усилиями Кальбера, патронируемого королём академия, превратилась в Королевскую академию надписей литературы. Одной из показательных инициатив в ночь учреждённой институции было принятое в 1777 году решение составлять монументальные надписи, прославляющие деяния короля, не на латыни, а на французском языке. В тех же стенах ковалась идеологема Великого века Людовика XIV, одним из самых остивных творцов которой был Шарль Перро, назначенный Кальбером секретарём академии и вплоть до смерти своего покровителя в 1883 году, во многом определявший политику двора в области искусств. В частности, он был генеральным контролёром индивидуальства королевских строений. Со своей программной речью, поэмой «Век Людовика Великого», обозначившей вступление давно зрелищей ссоры в фазу острой и серьёзной полемики, Шарль Перро выступил в Академии 27 января 1987 года, уже находясь в опале, и, демонстрируя пример, можно сказать, самоотверженной преданности своим эстетическим и человеческим приоритетам. Несмотря на панигерическое название, Перро обошёлся безобязательной, будь то это классическая ода, здравится в честь монарха, сразу перейдя к перечислению современных достижений, позволяющих предпочесть век нынешний минувшему. Этот текст при всей условности поэтической подачи очень прям и прост, а претензии к старым авторам звучат порой на диво современно. Вот, например, претензии к Гомеру, который, по мнению Перро, звучал бы много лучше, если бы умел, как современные авторы, более ориентироваться на восприятие читателя. Так твой герой, боец, сразить врага готовый, замахнув мечом в пылу баталии суровой, не застывал бы вдруг с подъятой рукой, чтобы время дать себе сказать, кто он такой, когда взволнованный читатель ждёт исхода, не до того ему, какого Гектор рода. Более полный и аргументированно Шарль Перро изложил свою точку зрения в четырёх диалогах, названных им параллели между древними и новыми. Каждый был отдельно в отношении наук и искусств, в отношении поэзии, в отношении архитектуры, скульптуры и живописи. В самой общей форме позиция автора сводилась к писи важнейшим пунктам. Искусство не может оставаться глухим вызовом времени, не может игнорировать новые реалии, политические, экономические и прочее. Второе. Современность достойна большего внимания, чем деяния предков, так как сама по себе достойна восхищения, демонстрируя приращение знаний, техник, умений и прочего. Третье. Прогрессу в науках сопутствует прогресс в искусствах. Он обогащает искусство новыми техниками, возможностями, не говоря уже о постоянном совершенствовании мастерства. Далее. Современность нельзя описать, ограничиваясь древними сюжетами и художественными формами. Современность превосходит древность по разнообразию тем и сюжетов, по разнообразию уже созданных художественных жанров и форм и подразумевает создание новых. В своих поздних текстах главное интересно, что Перо даже критиковал сам принцип мемезиса, поскольку искусство должно не повторять натуру, а давать представление о ее сути. И, наконец, пятое. Почтение к древним авторам мешает художнику говорить на современном языке, а значит, быть понятым современниками. Если говорить предметно, то наиболее убедительно Перо звучит, когда говорит об условности поэтического языка, предпочитая прозу, когда говорит о современных сюжетах и их динамических трактовках, наиболее удачно на примере Мольера, противоставляет ограниченности классических жанров возможности и емкость новых – оперы, например, или же романа, которые он видит преемником античного эпоса. Нельзя не заметить, что оба названных жанров зайдут на пирамиду жанровых иерархий лишь с половины XIX века, период первого рассвета модернистической культуры раннего прагазистического образца. Во времена Перо роман понимался в русле поздней средневековой традиции как большое литературное произведение, написанное не на латыни, а на бульгарном романском языке, но в отличие от прочих опусов, имевшее жанровый аналог флантистской модели – историография, басня, видение. Так что в прозорливости автору не откажешь. Можно сказать больше – позиции, определенные в этом споре, включая и наивный из нашего времени прогрессизм, оставались актуальными вплоть до Первой мировой войны, а некоторые звучали современно вплоть до 1980-х. Любопытно, как точно этот древний спор, древний теперь для нас спор, наметил реперные точки и векторы дальнейших дискуссий. Искусство и власть, искусство и социальная ответственность, искусство и технический прогресс, национальная проблематика. Правда, последнее Шарль Перо не столько постулировал, сколько воплотил в своем собственном творчестве, преобразив фольклорный жанр волшебной сказки в литературный жанр. Его сказкам «Матушке Гусыне», в отличие от изданных на 60 лет ранее «Сказки и сказок», его единственного предшественника, неаполитанца Жан-Батиста Дозеле, была уготовлена на вечную популярность. Так, Перо был четвертым по издаваемости зарубежным автором в СССР, после Андерсона, Джека Лондона и братьев Гримм. А общий тираж трехсот изданий, выпущенных с 1917 по 1987 год, составил почти 61 миллионов экземпляров. Перо положил начало мировой сказочной литературе не только в развитии фольклорной традиции «Гримм», «Тик», «Афанасьев», но и в создании жанра авторской литературной сказки «Андерсов», «Ершов», «Пушкин» и так далее. Отметим, опять же, что то и другое получило развитие внутри романтического движения XIX века. Еще одна дискуссия, впервые поднятая спором древних и новых, была связана с вопросами свободы творчества и правом на творческую индивидуальность. Однако право на последнее в этом споре было аргументом древних. Главой партии древних выступил Николя Буало, автор трактата поэмы в четырех песнях поэтическое искусство, опытнейший полемист, автор эпиграммы сатир, смелость которых не помешала Людовику XIV сделать Буало своим историографом. Историческая скорлупа облекла эту фигуру толстым слоем каменной оцепенилости, через которую теперь крайне трудно разглядеть интересного человека, главными качествами которого, помимо вызывающего восхищения эрудиции, были исключительная и смелая порядочность, подвижность ума и безупречный вкус. Как ни парадоксально, именно он, а не Перо, который оперировал к авторитету Мольера, именно Буало был близким другом драматурга, который поддерживал его и в пору неизвестности. Именно он оборонял Рассина, который оказался в своей Федре не самым классичным из авторов, и отстаивал приоритет творчества лучших, как потом оказалось, авторов своей эпохи перед более известными в ту пору, но справедливо забытыми позже литериаторами, тем же Шапленом, в частности. Программное выступление Перо Буало воспринялся возмущением, пытался прервать, был остановлен сидящим рядом с ними епископом Мюэ. Когда Перо закончил, Буаро разразился гневной тирадой. Это позор для Академии, ей нужна новая эмблема, это стадо обезьян, которые смотрят на свое отражение с надписью «Красивы сами для себя». Преступствующий там же Лафатен, единомышленник Буало, на следующий день отправил епископу Мюэ томик Квинтелиана со стихотворным посланием, начинавшимся так «Красивые слова, но лишь слова. Поныне им отвечающих творений нет в помине». Но это был один из аргументов древних. Основные же сводились к тому, что новаторство отнюдь не гарантирует качество, что искусство и свои собственные законы далеки от политической или какой-нибудь конъюнктуры, что мастерство не компенсирует отсутствие вдохновения, а поэзия древних дает путь его обрести, что существующие каноны не догма, а обобщенный опыт, который, во-первых, может пополняться и изменяться, а во-вторых, дает своего рода методику, чтобы очертить поле для свободного творческого выражения. К слову сказать, адепты Новых не сам Перо, но его брат Пьер, а также родственники подвинутого Россином великого трага Пьера Корнеля, то есть его младший брат Тома Корнель и племянник Бернан Фантель, представили для такой критики богатый материал. Именно в их трудах, в трудах этих новых, была развита мысль о том, что в художественном творчестве разум много важнее таланта, который, по сути, вещь стихийная и дикая, в то время как рассудок и навыки могут совершенствоваться, а значит прогрессировать. В отличие от новых, древние не были многословны, поначалу Буало ограничился эпиграммами, но потом он самостоятельно сформулировал позиции в рассуждении, обводе в критических рассуждениях о некоторых местах о сочинении Риттера Лонгина и в письмах Шарлю Перо. Чтение этой полемики до сих пор интересно как упражнение для пытливого ума и пример непримиримой творческой дискуссии. Но как бы то ни было, 30 августа 1994 года в Академии состоялось публичное примирение вождей враждующих партий. По очкам, а в основном благодаря широкой общественной поддержке победу одержали новые. Но полемика после этого не прекратилась, наоборот, получила весьма масштабное, хотя и не совсем предсказуемое развитие. По отношению Франции традиционно считается, что спор, имея в виду позицию новых, положил начало эстетики просвещения. Но это справедливо лишь отчасти и проявилось в господствующей чуть ли не протяжении века эстетической доминанции целесообразности и инвенции, ярко проявившейся в эстетике Рококо. Что же до самих просветителей, то и Вольтер, и Руссо с разных позиций, один за дурновкусие, другой за рассудочность, жестоко критиковали Перо и его адептов. А по сути же, революционный прорыв, заложенный в самой возможности, постулируемый новыми разрыва времен, случился в генезисе неоклассицизма, первого в виду последующих неостилей, фиксирующего в том числе нарушение естественной поступательной преемственности и предполагающего реанимацию славного прошлого через цитату. В таком классистическом исходе прослеживает некая закономерность. Трудно отказать себе в удовольствии вспомнить восточную колонаду Лувра, спроектированную братом Шарли и его единомышликом Клодом Перо, а также тот простой факт, что для своих параллелей Шарль Перо избрал известную еще с античности форму интеллектуального диспута. В Англии первой реакцией на еще не затихший спор спал опубликованный в 1704 году памфлет Жанатана Свифта «Битва книг», который во многом перекликался с поэмой «Буало на лой», жестоко критиковавшей современной комедии. Но в большей степени позиция Свифта была определена ответом Фонтенелю, опубликованным его покровителем и другом Вильяма Демплом. В этом тексте о древнем и современном обучении прозвучали две метафоры, ставшие общим местом в полемике с новыми. Старая из Бернарда Шартского про то, что современный человек видит дальше, будучи карликом, стоящим на плечах гигантов. И новая сентенция «Древние ученые и писатели имели четкое представление о природе, а современный человек только отражает или точняет это представление, пытаясь сбросить им же принесенную шелуху». Противниками Темпла выступили Ричард Бентли и Уильям Оттон. Однако по-настоящему интересная дискуссия стала после возобновления во Франции в 1713-14 годах вокруг двух переводов Гаймера точного у Анн-досье и приблизительного свободного у Деламута. Результатом стало формирование в английской эстетике основания для будущего романтического культа новизны пунктирно непривычная у Джосефа Адисона новшества Эдмирта Бекка и Генри Хоума и культ оригинальности Эджер Зофф это Уортон, Хогарт наконец Эдуард Юнг. В его предположении об оригинальном сочинении 59-го года впервые удалось примирить пафос современности фонтенеллевского образца и прежде недооцененный новыми гений а именно творческий ум противостоящий здравому рассудку. Во Франции в это время уже гремела война буфонов философская музыкальная дискуссия по поводу достоинства и недостатка французской итальянской оперы чреватое появлением нового жанра французского комического музыкального театра в Германии ситуация развивалась еще интереснее с 1764 года выхода в свет истории античного искусства Венкельмана через лакаон лесенка к фромпентам по немецкой литературе и критическим рощам Гердера здесь формируется эстетика определившая цвет немецкой литературы периода Буринатиска замешанная на реабилитации греческой античности природной и человечной в отличие от римских поздних ее возрождений но убеждений в подвижности эстетического идеала его зависимости от места географичикова и хронологического и соотносящая прогресс отдельной нации с ее успехами в создании собственного художественного языка и школы эта эстетика при этом была совсем свободна от пафоса новизны и радости первобытной гениальности во всяком случае последние труды Гердера были посвящены критике романтических произведений Гетта и Шиллера во многом вдохновленном им же самим в России тем временем созревал еще один поворот сюжета особенности которого в самом основании были предопределены тем что при всей чуткости достижения европейской мысли наши теоретики демонстрировали исключительное равнодушие категории новизны быть может причиной тому было простое историческое обстоятельство что эта проблема так или иначе была пережита в Петровское время во всех крайностях этого резкого и властного поворота от Древней Руси к молодой и Новой России и дело вовсе не только в том что прерогатива новизны осталась за властью как собственная победа новых во Франции во многом была инспирирована политическими амбициями Людовика Великого а в том что вопрос о презумпции нового был снят априори новая эстетика философия язык утверждались в полновлясти своей изначальной правоты мы не будем повторять расхожих мнений о поверхностности процессе европоизации факты свидетельствуют об обратном достаточно вспомнить нынешние реконструкции библиотек петровского времени с трудами Декарта Бекона Вольфа Лока Макеавелли Попендорфа и других или же сочинения епископа Феофана Прокоповича и Татищева демонстрирующие не только образованность ее можно отнести к старой традиции книжности но и информированность трудно представим даже теперь в эпоху интернет при этом в России образованная прослойка при всей своей ничтожности была не чуть не тоньше слоев вовлеченных в высокую интеллектуальную жизнь других странах новая поощрялась безоговорочно лишь этим доцаревой волей можно объяснить процесс врача Дмитрия Тверинова закончившийся при поддержке архиепископа Феодосия оправданием и победой сторонника ноговых методов лечения да еще злоизлычного вольнодумца при этом в сенатском суде диспус озвученный спором древних и новых возник в России на исходе 18 века в литературе овеческой литературе он иногда упоминается как спор шишковистов с карамзинистами что в корне неверно поскольку таким образом диспус соотносится не с главными участниками спора а с их эпигонами в случае карамзинистов это вообще не имевших ничего общего с воззрениями Николая Михайлович лучшее определение дал Владимир Набоков в комментариях к Евгению Онегину он говорил о полемике беседы Арзамаса назвах их российской версии спорства древних и новых основанием для такого сопоставления был литературный характер этой дискуссии хоть и не полишенный политического запала однако последнее было не главной его темой главным идеологом образовавшегося в Петербурге в 1811 году литературного кружка беседа любителей русской словесности был Александр Семенович Шишков военный государственный деятель литератор филолог герой войны 12-го года 13-го года президент литературной академии с 24-го министра просвещения адмирал представляемый советской историографией как явный лекционер надеял он был скорее приреженцем концепции перо заявляя о необходимости развития национального языка о его распространении во всех слоях общества и так далее я опущу длинную цитату она интересная но что есть какое знание мы можем иметь в природном языке своем когда дети знатнейших бояр дворян наших самых юных ногтей находятся в руках французов получают весь образ мысли говорят им языком их свободнее нежели своим и даже ты того заражаешься что не только на языке своем никогда не упражняется и не стыдятся не знать оного но и незнанием этим как некоторым достоинством хвастают будучи таким образом воспитываемой едва ли едва силой необходимой на слышке обучаются они объясняться на всенародном языке который в общих разговорах употреблен но каким образом могут они подчеркнуть искусство и сведения в книжном или в ученом языке столь далеко отстоящим от всего простого для познания богатства обилия силы красоты языка нужно читать изданные наоном книги а и наипаче превосходными писателями сочиненные собственно сама идея литературных бесед родилась у Шишкова в начале восьмисотых когда из желания учредить авторитетное собрание привечающее и развивающее молодых авторов пишущих на родном языке в этом нельзя не увидеть отголоски задорного посыла о развитии национального языка и словесности которым руководствовался Перу взгляды Шишкова разделяли не только Державин и Гнедич которым прочно прилипло прозвище старых архаистов но и Крылов к беседе примыкал и у миссогрибоедов сочинивший самую актуальную в то время русскоязычную прессу пьесу а также поэты декабрьского круга Раевский Рылеев Кюхербекер и другие словом все те кто как и более сто лет назад Перу были убеждены что поэзия должна отвечать вызовам современности и разделять со своими современниками гражданскую ответственность за происходящее им противостояли последователи Карамзина Жуковский Батюшков Пушкин создавший в 15-м году в пику беседам пародийное Арзамасское общество безвестных людей или просто Арзамас ставящий своей целью сопротивление всем навязываемым правилам и канонам любопытно что инициатором создания общества был Сергей Семен Чуваров русский антиковед президент с 18-го года императской академии наук с 33-го года министр просвещения и автор знаменитой Николаевской дирогтрины православия самодержавия народности однако на ту пору его инициативное участие в обществе имело свои причины группа смутьянов ратавшая за свободное развитие языка без установления и норм а главное ярко утверждавшая это своим творчеством опиралась например греческие классики цитата гомер без применения не подражая от того что пел он в других обстоятельствах имея ввиду писали они имея ввиду детство иммунации в другом мысли просто если придуманные позже правила все придуманные позже правила делают искусство украшения таковым оно остается и в новейшее время как-то закономерно какая-то закономерность видится в том что одна из последних схваток русского спора разгорелась опять-таки как полтора ста лет назад вокруг переводов гомера поводом стало в 30-м году издание перевода исполненного гнедичем свидетельством откровенности этой полемики нам осталась известная пушкинская эпиграмма крив был гнедич поэт приложитель слепого гомера боком одним с образцом схож и его перевод осталось только заметить что беседы и Арзамас стали кульминацией и финалом уже долгого к тому времени спора начало ему было положено Карамзиным напечатавшим еще в 1791 году в московском вестнике статью о сравнении древней греческой поэзии с немецкой и новейшей это очень обстоятельный текст по жанру это рецензия на только что вышедшую книгу Гродека обнаруживающие следы встреч с Гердером и отличное знакомство с литературной полемикой минувшего века и смысл этого текста для автора зарекомендовавшего себя утвердителем новейших литературных форм автор новых слов прогрессиста и западника звучит не банально именно здесь он говорит об украшательстве современного искусства потерявшем простоту античности говорит о том что у современных авторов может учиться лишь тот кто цитата без творческого духа хочет быть поэтом или скоро хочет обработать дарование свои цитата закрыта но к образованию великого духа и вкуса греки гораздо удобнее поскольку цитата расстояние между нами столь велико что через его постижение уже много уже можно многому выучиться сейчас подобные фразы уже не кажутся наивными ведь очевидно что интерпретация искусства былых эпох обманчиво привычного взгляда требует зачастую больших интеллектуальных усилий чем предсказуемость современного дискурса но сейчас не о том а еще раз о серьезности и накале дискуссии возникавших в прошлом вокруг проблем художественного языка приведем лишь краткую справку в российской дискуссии начатой карамзиным с 800 по 825 год были задействованы 123 автора опубликовавшие около 500 статей и прочих материалов участвовали все выходящие в ту пору периодические издания северный вестник вестник европы московский меркурий сын отечества аврора участвовали об авторитетных продолжающихся научных изданий как мы сейчас сказали я имею ввиду труды общества любителей российской словесности при московском университете и начатое Шишковым сочинение и переводы издаваемой российской академией в Петербурге в которых слов сказать в пятом году Шишков опубликовал свой комментированный перевод слова полкой говорили выходили специальные труды о высоком и величественном творении о Дианисе Лангина 803 слово о духе отличительных свойств поэсии первобытной Мерзлякова 8 начертание теории и истории изящных искус Майнерса 1803 наука стихотворства ржевское ведение в науку стихотворства язвицкого обе 11-го года курс российской словесности для девиц левиц 12-го трактат о различии поэзии древней и новейшей 18-го опус о романтической поэзии Сумова 23-й и другие опубликованные в них тексты крайне любопытны не в последнюю очередь тем что можно последить как употребляли одни и те же понятия авторы употребляя одни и те же понятия авторы вкладывают в них иной смысл как парадоксально строится аргументация как причудливо распределяется в новом историческом национальном контексте давно уже ставши общим местом и переинтерпретированные понятия впервые поднятые спором древних и новых однако в истории русской литературы вся эта полемика осталась не более чем любопытным примелом далеко уступающим в силе убедительности результатом самого художественного процесса собственно именно поэтому хотелось бы привлечь внимание к этому не самому в нынешнем контексте актуальному сюжету не только как к историческому прецеденту дискуссии между приверженцами классиками и новаторами которые последние победили впервые аргументировая необходимость менять художественный язык для более адекватной подачи понимания реалий сегодняшнего дня с известной долей допущения основополагающие тексты новых можно счесть первыми манифестами далеко занимающегося модернизма особенно учесть их прогрессивский и политический запал а главное агрессивный пафос новизны однако гораздо важнее сам прецедент разрыва с традицией осознанного противопоставления и современности с одной стороны это создало поле для трехвековых горячих дискуссий а с другой предопределило возможность диалога и наконец это напоминание о том что эта дискуссия имела случай когда-то появиться то есть то есть если следовать крылатой фразе Гёте все как рожденное на свет достойно чести умереть я имею ввиду простое обстоятельство что казалось бы вечная тема классики современности может лишиться традиционной дихотомии что то и дело происходит в живом творческом процессе на наших глазах и получить куда более органичные и сложные способы реализации спасибо